Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надёжный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двадцать часов не спим. Идём на лопату. Деваться некуда, нужно ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Команда отважных путешественников на серийных пикапах Toyota Hilux бросает вызов Арктике, отправляясь покорять самые отдалённые и суровые края планеты, где не оставил свой след ещё ни один автомобиль в заводской модификации. Каково это биться с Арктикой буквально за каждый метр пути, зная, что где-то там под колёсами под толщей льда холодная бездна воды? Каково это не знать, в каких условиях предстоит провести следующую ночь, и удастся ли продвинуться вперёд хотя бы на километр? Экстремальный холод. Когда машина завалилась на бок, за бортом была температура ниже минус 50. Непредсказуемый маршрут. Заправы там нет. Ледовая обстановка явно нестабильная. Просто надо теперь быть аккуратней, чтобы не утонуть, не провалиться. И невероятные встречи, которые запомнятся на всю жизнь. Впервые в жизни я догоняю ледокол. Или могут жизни лишить. Следы белого медведя стали встречаться здесь гораздо чаще. Задача экспедиции – первыми в мире добраться на автомобилях в заводской спецификации до Диксона, самого северного континентального населённого пункта на планете. От районного центра города Дудинки Диксон расположен в 650 километрах, и практически всё это расстояние пикапом предстоит пройти по льду могучего Енисея и Карского моря. Экспедиция уже прошла три четверти пути – 750 километров из тысячи. Но впереди самые тяжёлые участки. Тем ценнее минуты отдыха на метеостанции «Сопочная корга», где любому гостю рады как родному человеку, потому что даже местные жители из соседнего посёлка неохотно смотрят в эту сторону. Один раз мы договорились, чтобы нам завезли продукты на Урале. Договорились, но волей судьбы он до нас не доехал километр, завалился в трещины и утонул. Но отшельниками синоптиков назвать нельзя. Соп-карга – это маяк в море льдов. И пусть местные лишний раз сюда не выбираются, к радушному начальнику регулярно заглядывают гости издалека. Метеостанция «Сопкарга» – такое место, интересное, атмосферное, как мирок свой такой, где Алексей, начальник этой метеостанции, такой позитивный вообще человек, который нас принял вообще как каких-то старых друзей, как будто он нас знает уже тысячу лет. У нас был случай, мы спасали спасателя, которые ездили до Диксона. Надеюсь, нас спасать не будут. Да, досюда мы уже доехали, это уже хорошо, несмотря на то, что у нас там подвывает раздатка или что-то с ней там связано. Вот, сейчас мы выйдем, ее перекрестим и поедем дальше. Мы же на Тойотах. Примерно такая же метеостанция у нас стоит на горе Дальней Таганай на Урале. Я думал, что все метеостанции, вот они примерно такие. Вот маленькие, небольшие избушки. Станция – это добротный дом, где живут и следят за показаниями приборов пять метеорологов. Причем выходных и даже нерабочего времени здесь не бывает. У нас информация, каждые три часа мы должны дать ее метео. Она отправляется в Архангельск, в Москву. Там сидит синоптик, который составляет прогноз погоды. Потом этот прогноз идет на ваши телеэкраны, интернет. Барометры как вино. Чем старше, тем лучше. В смысле точнее. Этот – очень точный. И последние несколько суток показывал высокое, даже аномально высокое давление. Для путешественников это не самая хорошая новость. Честно говоря, всегда боишься, когда вот такое высокое давление, вот там перед пургой оно всегда падает резко. Пурга будет черная. Как говорится, в гостях хорошо, но на финише все-таки лучше. Поэтому мы стартанули на следующий день. Здесь было принято решение о том, чтобы максимально выспаться, что мы и сделали. Поэтому выехали мы где-то чуть ли не к следующей ночи. Давайте, Леша. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Впереди еще 250 километров снежной и ледовой целины. Первые сутки после выезда из Сопкарги были неожиданно спокойными. Ехали по ровному льду с минимумом препятствий, а к морозу уже успели привыкнуть. Ночевали в очередной раз на воде, точнее, на льду Карского моря. Алексей около 40 километров ездил по Енисейскому заливу в северном направлении и сказал, что нас и дальше ждет такая же наледь, по крайней мере, эти 40 километров. Ну, так и получилось. Наледь мы эту проскочили очень легко и непринужденно. И еще немножко дальше была наледь. И вот теперь эта наледь кончилась. Торосы, заносы, сугробы, непрочный наст. Начался самый тяжелый этап экспедиции. К необходимости откапывать машины добавилась необходимость поглядывать вокруг. Пока знакомых следов на маршруте не было, но в торосах вполне можно встретить белых медведей. Поначалу даже подразогнались, обрадовались, но тут первый экипаж ехал в рацию, говорит, так, ребята, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько тормаживаемся и разворачиваемся. Лед тонкий, а глубина Енисейского залива в этих местах метров 20. Практически под самый берег была открытая вода, тончайший лед, припай был, местами доходил до нескольких метров от обрыва. Нам до Диксона еще очень-очень далеко. Мы примерно на полпути находимся между Собкарго и Диксоном, а здесь уже нету льда. Что нас ждет впереди, ну, просто непонятно. Одно неверное движение и о Диксоне можно забыть. Команда вместе с автомобилями может оказаться не в книге рекордов, а в ледяной воде. Я очень сильно напрягся. Богдан не даст соврать, что потом у меня пуховик был застегнут, у меня с собой был телефон, у меня с собой были рукавички. Я в любой момент готов был прыгать, хватать навигатор и спутниковый телефон. Арктика не оставила выбора. Дальше ехать надо по суше. Выезд на непосредственно сушу это уже отдельная экспедиция, можно так сказать. Потому что как раз таки перед землей надувает огромное количество снега. Он там абсолютно безнастый, абсолютно рыхлый. И въезжая туда, ты проваливаешься практически к самой земле. И приходится подкапывать машину так далеко, что порой мы прокапывали практически до земли. Впрочем, езда по суше сказана громко. В распоряжении путешественников лишь узкая полоска берега. Зажали нас торосы под самые скалы. И не просто торосы, а открытая вода. Пришлось нам прижаться к скалам. И вот единственный проход, это вот буквально несколько метров между скалами и водой. Пытаемся пролезть. Так прошли почти сутки. Сутки тяжелой работы лопатами, вытягивания и выталкивания машин и езды со скоростью в несколько раз меньше, чем у пешехода. А на десерт первые медвежьи следы. Вот он он ходил. Старенькие следы. Вот и не менее. Так как мы в его владении, то есть мы нарушили его пространство, то я думаю, что он где-то рядом ходил. Он столько и ходил, потому что мы же виделись на обратном пути его следы по нашей колее. Белый медведь одновременно силен и умен. В природе у него нет врагов. При этом он не всегда предсказуем. Может менять тактику охоты. Остаться с таким противником один на один – плохая перспектива. И еще были такие моменты, что выталкиваешь машину, толкнул, и вот чтобы Богдан не застрял, он шел накатом по следам Евгения, уезжал от нас там на расстоянии в 50 метров, а то и чуть дальше. И мы с Женей вдвоем шли по следам, и никого вокруг, и темень. Результат последних суток – 84 километра за 17 часов. Много это или мало? При таких условиях, при таких торосах пройти столько – это нормально. Это прям вот оптимистичный такой вот результат. Переезжая очередной мыс, очередной полуостров, мы наткнулись на избушку. И как позже мы выяснили, оказывается, хозяин этой избушки, хозяин этого зимовья непосредственно здесь и похоронен. И после того, как в 92-м году он скончался, собственно, и вся избушка тоже прекратила свое существование. Такие вот моменты как раз напоминают о том, что Арктика – это не игрушки, и что здесь все действительно по-настоящему, и что здесь все действительно сурово. Но настоящий арктический ад начался в самый неподходящий момент, когда до цели было рукой подать. Мы рубимся практически сутки, проехали всего 8 километров, очень тяжело ехать по материку, ребята очень много копают, мы вообще не спим, и на режиме «Нон-Стоп» до населенного пункта, до Диксона у нас еще 20 километров. Поп, прям. Все устали. Кажется, эти 20 километров уже проще пройти пешком. В какой-то вот момент уже, там, когда оставалось, ну, километров, да, 30-20, и уже толкали, и уже все, руки отваливались, ноги дрожали, не держали, и вот было желание, уже даже с Женей разговаривали, что прям садиться в аэропорту Диксона на самолет и обратно лететь самолетом уже, и потому что уже сил просто не было. Последние сутки, да, конечно, были тяжелые. По факту Александр нас, так сказать, держал в тонусе и сказал, что ехать, ехать вперед осталось чуть-чуть. За 15 километров от цели команда увидела огни Диксона. Казалось бы, в этот момент отчаяние должно смениться эйфорией и ощущением собственного всесилия, но человек предполагает, а Арктика располагает. Мы обрадовались и думали, ну все, вот буквально сейчас мы здесь выезжаем, мы прекрасно понимали и были осведомлены, что из этого порта идет нормальный зимний, который обслуживает сам мостокуголь до Диксона, и здесь мы сэкономим порядка там 15 километров, а просто 15 километров мы понимали, что это ну еще полдня, может быть и день. Но подойдя еще ближе, мы поняли, что выхода-то нету. Это бухта с отвесными ровными скалами. В итоге маршрут стал на 5 километров длиннее. Пришлось делать крюк и выезжать на зимник околодками. Точнее, для всех остальных это зимник, а для экспедиции финишная прямая. Так, ну что, мы доехали. На самом деле, вот он уже, Диксон. Такой он долгий был, этот Диксон, просто вообще трындец. Вот дорога уже зимняя, которая соединяет остров Диксон и сам населенный пункт Диксон. Последние метры. Последние метры, да. Ждем вторую машину и финишируем, финишируем уже двумя машинами. 10 дней приключений и испытаний. 10 дней борьбы с коварными препятствиями и жестокой погодой. 10 дней полярной ночи и экстремального мороза ниже минус 50. Но цель достигнута. Впервые до самого северного континентального поселка в мире добрались серийные машины на стандартных шинах. Похоже, что сочетание японских технологий и русского характера способно на все. Правда, быстро выяснилось, что добраться до Диксона это одна история и совершенно другая выбраться на большую землю. Мы понимали, что задержка не то, что на день, а на каждый час влечет за собой то, что мы просто можем не выбраться из Диксона. За полярные синоптики не зря едят свою тушенку. Погода менялась именно так, как предсказывал начальник метеостанции на Сопкарге несколько дней назад. Все, все белое, нету ничего черного и ты теряешься в пространстве полностью. Нет горизонта, нету земли, нету неба, ничего нету, все такое белое-бело-серое и поэтому приходится двигаться ночью. Но мы, конечно, могли оставить машины в Диксоне, улететь оттуда самолетом. Это было бы тоже рекордом, это было бы тоже достижением, это было бы тоже впервые, то, что люди доехали, да, было тяжело, но все-таки команда настоящих, команда, я не побоюсь этого слова, лучших путешественников, лучших автопутешественников России, эта команда не могла поступить по-другому и не могла оставить машины просто в Диксоне и капитулировать на самолете. Поэтому мы приняли волевое решение о том, что нам на следующий день рано утром нужно выезжать в обратный путь. В завершающей серии как разогреть покрышки там, где нет микроволновки, как поймать попутный ледокол и как чувствуют себя автомобили Toyota Hilux после нескольких недель на заполярном серии. Субтитры сделал DimaTorzok